Добрый вечер На торжественный вечер, приуроченный к 15-летию общероссийской общественной организации «Союз армян России», вторую церемонию вручения премии «Согласие», учрежденной «Союзом армян России» в 2014 году. Премия «Согласие» Здесь же располагалась фотовыставка, отображающая 15-летнюю историю общероссийской общественной организации «Союз армян России». Наша организация за эти 15 лет достигла очень больших успехов. Уже достаточно почти все регионы России знают об этой организации, участвуют в ней. И на самом деле количество мероприятий, количество поддержки и связей между народами, между российским и армянским народами в разных регионах, конечно, уже очень большое. И я думаю, что наша организация имеет большое и культурное, и политическое, и в том числе эмоциональное значение для России и также для Армении. Поэтому мы желаем, чтобы организация процветала и дальше, и имела больше участников, больше членов, чтобы больше к нам приходили наши друзья. Потому что «Союз армян» делает мероприятия не только для армян, но и для всех. Премия «Согласие» – одна из многочисленных проектов САР. Этой премией отмечаются выдающиеся люди, внесшие весомый вклад в развитие культурной, экономической и общественно-политической жизни России. Мне кажется, что это достаточно такая молодая дата, и хочется пожелать еще тысячелетия, тысячелетий, чтобы Союз Армян России процветал, чтобы нас становилось все больше и больше и больше, чтобы действительно, приезжая в любую точку планеты, можно было бы встретить людей, близких по духу, практически ощущение, что это члены твоей семьи. Соорганизаторами премии «Согласие» стали Совет при Президенте России по межнациональным отношениям, Правительство Москвы, Министерство культуры, Федеральное агентство по делам национальности и Общественная палата Российской Федерации. Подобная поддержка является не только положительной и высокой оценкой работы САР, но и придает награде особенную ценность. Очень большую роль играет Союз Армян России для нашей нации, я так скажу. Мы живем в Армении, но мы с большой радостью и с большим уважением относимся к этим людям, которые все делают для того, чтобы армяне были сплоченные, армяне были едины. Субтитры создавал DimaTorzok На концерте в честь юбилея Союза Армян России присутствовало свыше 5000 человек. Среди них были гости из самых разных регионов Российской Федерации, в том числе и делегаты региональных отделений САР, представители государственных и общественно-политических структур, молодежные организации России и страны СНГ, послы иностранных государств, деятели культуры и спорта. Само наличие такой организации, которая так или иначе объединяет 3 миллиона человек, это дорогого стоит. То, что она есть, это хорошо. И когда я получал награду и говорил слова благодарности, я абсолютно искренне сказал о том, что я знаю, что если я могу, там, если ко мне обращаются какие-то люди, и если я понимаю, что, допустим, я сам там помочь не могу, я могу позвонить господину Абрамяну, и он поможет. Со сцены было зачитано поздравительное послание президента Российской Федерации Владимира Путина, которому он поздравил организацию с юбилеем, подчеркнув важность и значимость Союза Армян России в общественной жизни Армении и России. Вы вносите весомый вклад в гармонизацию международных отношений в нашей стране, проводите востребованную работу по реализации общественно назначенных проектов и инициатив в сфере культуры, просвещения, образования. Содействуйте укреплению традиционно дружеских связей между Россией и Арменией. Такая большая многогранная деятельность заслуживает искреннего уважения. Убежден, что ваша организация и впредь будет активно участвовать в жизни нашего государства и общества, носить вклад в успешное развитие России, повышение ее международного авторитета. Желаю вам благополучия и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. В поздравительном послании президента Армении Сержа Сарксяна, который со сцены зачитал чрезвычайный полномочный посол Олег Гистоян, также говорилось о значимости Союза Армян России. В частности, президент Армении назвал создание САР значимым шагом на пути консолидации армянской общины России и сохранения их национальной идентичности. Прощающую роль в становлении САР сыграла целеустремленная работа основоположника и бессменного руководителя организации Арар Шавировича Абрамяна, который на протяжении долгих лет, постоянно проживая в России, делает многое для дальнейшего укрепления многогранных связей между нашими братскими государствами. Союз Армян России ведет большую работу по возрождению духовных и культурных традиций армян в России, вносит ощутимый вклад в реализацию социально значимых, просветительских и благотворительных программ. Благодаря инициативности руководства организации расширяются прямые контакты между гражданами наших стран. Поздравительные послания направили также президент Нагорно-Карабахской республики Бакоса-Океан, министр диаспоры Армении Крамуш Акапян, мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы и главы практически всех субъектов Российской Федерации и многочисленные друзья Союза Армян России. Премия «Согласие» вручалась в восьми номинациях. За последовательность восстаивания интересов Российской Федерации премию «Согласие» получили политолог, общественный деятель Наталья Нарочневская и тележурналист Роман Бабаян. Я глубоко тронута. Для меня это очень дорого. Еще и потому, что не только мое глубокое убеждение, что исторические судьбы Армении и России абсолютно нерасторжимы, несмотря ни на любые обстоятельства и какие-то тактические, совершенно обоснованные движения в ту или иную сторону, ибо мы заинтересованы оба в силе друг друга. В номинации «Благотворительность как стиль жизни» статуэтка была вручена президенту группы компании «Афина Паллада» Кайку Магакеляну. Для меня особая честь получить армянские награды от армянских людей. Это важно. Вообще приятно, когда в такой большой стране, как Россия, создана такая большая организация, как Союз Армян России. Примечательно, что она существует почти в каждой области и крае нашей страны. И люди около этой идеи объединены полностью и считают, что это объединение одно из лучших происхождений, которое создал Арар Шаверин. За вклад в укрепление межнациональных отношений и диалог культур премия была вручена ректору Государственного лингвистического университета Ирине Халеевой и постоянному представителю главы Удмуртской республики при президенте Российской Федерации и председателю Совета Ассамблеи народов России Светлане Смирновой. Для меня это большая честь. Мы с вами дружны уже на протяжении многих-многих-многих лет. И вы тот человек, кто заложил основы изучения армянского языка в Российской Федерации в нашем университете, за что вам низкий поклон и огромное спасибо. Оперная дива народной артисткой России Любовь Казарновская, которую с Арменией связывают многочисленные теплые узы, была удостоена почетного звания посол армянского народа. Вы заслужили. Спасибо, Саня. Спасибо большое. Это невероятно важный и актуальный союз, поскольку там собраны люди доброй воды, там собраны люди, которые самодостаточны, которые чего-то уже в жизни добились. То есть знаковые люди и для Армении, и для России, и частично для мира. Что очень важно, потому что мы знаем, что армяне как цветок, разбросанный цветок незабудки по пяти континентам. И такое объединяющее начало, такие великолепные умы и таланты, как Союз Армян России, притягивают лучшее, что есть в мире и лучших людей доброй воли. Это скрепляющий, такой настоящий фундамент. Организация чрезвычайно важная, и то, что она уже 15 лет делает такие великолепные дела, добрые дела, важные дела для армян, для всего мира, для России, это, на мой взгляд, совершенно потрясающие и важные вещи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гордостью нации в этом году Союзом Армян России был признан народный художник России и Украины Фрид Сагаян. Дживан Гаспарян, который прославил дудук по всему миру и благодаря которому звуки этого дивного инструмента везде ассоциируются с Арменией, был назван на премии «Человеком-легендой». И этого поистине «Человека-легенду» зал приветствовал стоя. Ара Абрамян очень умен. Его дела направлены на укрепление и сплочение армянского и русского народов. У нас маленькая страна, и естественно, что нам нужен большой друг. И я уверен, что русский народ – наш самый близкий и родной брат. Так что я приветствую и поздравляю с праздником. Прекрасные армяне здесь трудятся, делая благородные дела. Каждый на своем месте, каждый в меру своих сил. Это нужно нам всем. А, что sanбвер, он был укреплен. А почему он был укреплен. И уничтожен, что нет, что он был укреплен. Я укреплена благородная. Очень много, насколько я чувствую прием. ПОЛОЕ. Вы укреплены верными руками, что собрадали мельец, что я ejemplo с Богом с Богом, что ты в любом покажешь. Вы укреплены верными руками, что я умею, что ты не беру. Но это не дружище, как вы их мечтали. Вы укреплены верными руками, За верность традициям и память был награжден писатель и общественный деятель Виктор Коноплев. Спасибо вам огромное. Я и дальше буду делать все, чтобы наша дружба крепла, чтобы память о жертвах геноцида всегда присутствовала в наших сердцах, чтобы память ребят погибших за освобождение арцахских земель тоже всегда была в наших сердцах. Руководители ряда филиалов Союза Армян России, которые играют важную роль в общественной и политической жизни своих регионов, были награждены в номинации за укрепление дружбы и согласия. Премию получили Мнацакан Аракелян, Разми Геваркян, Георгий Сафаров, Сейран Качканян и Араех Татаян. Горы и снега, белые облака ждут нас и зовут издалека. Знай, что всей душой мы с тобой рядом, я люблю тебя, Армения моя. Родина моя, ты в моем сердце, я люблю тебя, Армения моя. Традиционно артисты, выступающие на премии «Согласие», также отмечаются наградой. Специально для этого учреждена музыкальная премия «Согласие». В этом году награду номинантом вручал президент фонда памяти Арно Бабаджаняна, сын великого композитора Ара Бабаджанян. Ара Бабаджанян вручает эти замечательные награды, как воспринания о сегодняшнем вечере. Зря он сетовал, что его позвали одного, у него имя Бабаджанян, у него отец Арно Бабаджанян. Это уже вполне достаточно и для всех армян, и для всех, кто хоть когда-нибудь слышал музыку этого выдающегося, этого великого советского композитора. Мне очень приятно, что я сегодня нахожусь в Москве на этом мероприятии, что я сегодня могу маленькую частичку своей души и своего творчества оставить в памяти на страничках, наверное, долгой жизни «Союз Армия». Когда оценивается твой труд, когда замечается, когда ты делаешь все это во благо людей, естественно, тебе очень приятно, когда это замечают и ценят. Вообще слово «согласие» – это замечательное слово. Я считаю, что в этом слове очень много доброго, очень много позитивного. Я благодарю организаторов этой прекрасной церемонии. Благодаря им мы все приехали сюда, и нам очень приятно здесь находиться. Пользуясь случаем, поздравляю «Союз Армян России» и его президента Ара Абрамяна с 15-летием этой нужной всем организации. Также сердечно поздравляю всех лауреатов премии. География артистов, приехавших в Москву на церемонию вручения премии «Согласие» очень обширна. Я очень рад присутствовать на этом армянском празднике. Я люблю армян и люблю их культуру и традиции. Это уникально, как они умудряются, будучи разбросанными по всему свету, сохранять свой колорит, самобытность и традиции. Это прекрасно. Я считаю, что обязательно должны быть люди, на которых мы равняемся, на которых хочется быть похожими, которые являются примером, потому что, ну, скажем так, литература и кинематограф, они не всегда нам несут такие примеры. И вот мне кажется, что премия «Согласие», она несет очень важную миссию. И я, например, узнаю много новых имен. Вот от всего сердца поздравляем Союз Армян России с 15-летием. Желаем единства, желаем крепости, желаем творческих, очень сильных людей, которые мотивированы любовью к своему народу и к ближайшим. Выпи за это! Всегда! Членами большой армянской семьи в этот вечер себя ощущали не только армяне. Коллега Татьяна Геворкян, ведущая премии Алла Довлатова, восхищена масштабной деятельностью Союза Армян России. И с уверенностью говорит, что САР – это нечто большее, чем просто общественная организация. Я считаю, что организация очень важная. Просто, наверное, одна из самых важных. Почему? Потому что она правильно и хорошо работает. Она работает для людей, она действительно делает очень много положительного для того, чтобы люди, в данном случае непосредственно армяне, которые живут здесь, чувствовали себя защищенными. Я считаю, что в нашей экономической ситуации, политической ситуации защищенными быть – это самое прекрасное, что может быть. Поэтому я, конечно, хочу поблагодарить вашу организацию Ара Аршаковича отдельно. Потому что, конечно, он грандиотный человек, просто святой. И недаром он выбирается уже далеко не первый раз. Потому что достойно несет вот это вот знамя и действительно помогает людям. Каждый день. Каждый день – это работа, это сумасшедшая работа. Но для этого нужно иметь действительно светлое, чистое сердце. Потому что, когда люди живут в своей стране, у них вот так все хорошо, нормально, устроено. Как бы это один вопрос. Когда люди оказываются за пределами, непосредственно даже, пускай, своего государства, своей республики, ну, можно, невозможно вообще пересчитать даже по пальцам те национальности. Вот, например, как русские живут в Америке. Там тоже есть диаспора, там все это. Но нету такой защищенности, нет уверенности в том, что тебя не бросят, тебя не оставят. Я была сама свидетелем в Испании, потому что в любых странах, вот русских, где не окажись, нету таких организаций. Понимаете? А людям всегда это нужно. И поэтому я считаю, что это замечательное и благое дело, и слава Богу, что такая сплоченность у армянского народа, это уникальная сплоченность. Это действительно любовь к своей культуре, любовь к своим традициям. Это не на словах, это на деле любовь к своему народу. И я восхищаюсь, я, конечно, могу сказать, что я бы своих детей именно в таких вот традициях и воспитывала. Браво вам, дай Бог вам здоровья, дай Бог, чтобы вас всегда поддерживали, дай Бог всегда быть вот такой сплоченной семьей, потому что я могу это назвать не союзом, хотя союз – прекрасное слово, но ваш союз – это не просто союз, это семья. В рамках Международной премии согласия в Кремлевском дворце также подводили итоги международного музыкального конкурса «Колокол культуры», проводимого телеканалом Арм-ТВ при поддержке Союза Армян России. Конкурс важен тем, что он оказывает поддержку молодым исполнителям классической музыки. Субтитры создавал DimaTorzok Формат премии согласия меняется с каждым годом, но ее идеи и цели остаются неизменными. Поощряют людей, которые посвящают свою жизнь процветанию Родины, России и Армении и укреплению многовековой дружбы между двумя странами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова